Всем привет! Как вы думаете, что лучше выбрать для начинающего бизнеса? Одностраничник или сайт, на котором есть множество страниц? Для проверки вашей ниши стоит ли уделять внимание лендингам, как мы их называем у нас, или же нужно делать сразу сайт? Давайте перейдем к разбору вообще, что такое лендинги, как их правильно строить, как правильно строить посадочные страницы, которые будут вам действительно помогать и правильно продавать. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Поехали! Давайте разберемся, что такое лендинг и коротко пытаемся ответить на него. Лендингом называется посадочная страница, на которую попадает пользователь. Чаще всего это может быть даже и не одностраничник, это просто посадочная страница, на который пользователь попадает из рекламы, из поиска, из e-mail рассылки, из чего угодно. Поэтому термин посадочная страница и лендинг на самом деле дождественны. В то время как одностраничник только закрепилось у нас, благодаря, конечно же, сервисам, которые эти одностраничные сайты в виде лендингов генерируют. Понятно, что существует огромное количество таких же сервисов и за рубежом, но мы четко разделяем понятия, что такое лендинг, что такое одностраничник. Но в этом видео давайте будем думать, что это одно и то же и будем об этом рассказывать. Интересно вам будет знать, что лендинги на самом деле имеют определенные нюансы. И когда вы их продумываете, вы можете допустить ряд ошибок. Так, например, вот есть несколько таких вот шесть любопытных фактов. Это, например, что 61% маркетологов испытывают трудности с разработкой структуры лендингов. Это действительно интересно. Почему так? Ну, на самом деле в этом есть определенная мысль. Также 16% целевых страниц не имеют навигации в общей лендингов. Или, например, увеличение скорости загрузки просто на одну секунду снижает конверсию на 7%. Или, например, размещение нескольких УТП на лендинге может снизить конверсию на 266%, чуть ли не втрое. И использование видео может повысить конверсию на 86%. А также компания, которая создает лендинги для каждой услуги, генерирует в 7 раз больше клиентов. Интересные цифры, на которые стоит обратить внимание при создании лендингов. Ссылочку на эту статистику я оставлю в описании, чтобы она у вас была под этим видео. Ранее был один из моих первых опытов гостевого постинга. Я писал статью, как сделать страничку посадочную с высокой конверсией. И разбирал, собственно, проблему лендингов, их преимущества, их недостатки, чем они хороши. И коротко, что они собой представляют. Фактически, посадочные страницы, да, это страницы, на которой есть определенная структура элементов. Есть продуманная шапка, есть продуманные блоки с призывами, блоки с изображением, с оффером, мы его так называем. Могут быть блоки, которые рассказывают об акции или дедлайне, допустим, этой же акции, да, то есть триггеры, триггеры для того, чтобы долго не думать. Есть триггеры доверия, которые рассказывают про людей, которые пользовались этим продуктами и готовы его порекомендовать. Есть пошаговая схема работы, она может находиться в любом порядке, то есть расположение элементов может быть разным. Ну, в смысле, какие элементы существуют? И существует так называемый блок заказа, то есть где, условно говоря, есть кнопка, на которой либо отправляются контактные данные, или же люди вводят контактные данные в специальные поля и отправляют ее. Кнопка дублируется с той, которая находится вверху чаще всего. Меню, которое находится в шапке сайта, может быть реализовано двумя способами. Оно может быть просто быть меню, на котором есть телефон и больше ничего, а может иметь так называемые элементы меню, которые якорем отправляет пользователя на нужный элемент сайта. Фактически, лендинг имеет в себе соответствующие блоки, если посмотреть иначе. Блок медиа-контента с призывом и с кнопкой, кнопки схем, кнопки преимуществ. Еще такие есть отдельные, когда вы выделяете преимущества отдельно. Есть кнопочки для отправки контактных форм, дополнительной информации, популярная кнопочка, допустим, с картой, показать схему проезда. И подвал, футер, на котором расположены все необходимые элементы. В частности, могут повторяться менюшные элементы, которые находятся сверху. Которые находятся вверху, тот же телефон, соцсети могут дублироваться и здесь. Вот. Простая схема на самом деле любого лендинга. Поэтому лендинги в этом плане имеют очень простую структуру, созданную на основе именно маркетинга. Позволяют сфокусировать внимание пользователя там, где это необходимо. Визуализировать отдельные элементы. В прошлом видео я рассказывал про ошибки юзабилити и рассказывал, что даже лендинг можно сделать некрасивый, если допустить ошибки в дизайне. Советую посмотреть это видео, если вы его до сих пор еще не посмотрели. Также очень важно, что он позволяет сфокусировать внимание на ваших преимуществах и не покажет ваши недостатки. И, конечно же, вы сможете легко адаптировать посадочную страницу, смотря на конкурентов. Вы можете выделить нужные элементы и очень быстро их поменять, не боясь за SEO-продвижение и другие вещи. Потому что эти вещи обычно не ранжируются. И, конечно же, стимулируйте посетителя вашего ресурса. Конечно же, заказать формы заказа должны быть везде. При этом, если вы посмотрите SEO-квик, это тоже лендинг. У него есть медиа-объект, есть форма обратной связи, есть, собственно, рассказанные виды услуг, УТП. Есть, собственно, триггеры доверия в виде нашего, допустим, партнера Google-компании. И, конечно же, у нас есть дополнительный медиа-контент. Вот вам еще раз блок по другим сервисам. Вот дублирование кнопки отправления заявок. И, конечно же, у нас реализована возможность забронировать звонок через уже переход на отдельную. Есть и дальше контентный блок и подвал. То есть, все элементы вот у вас есть перед глазами. Теперь разберем ключевые особенности. Чем отличается лендинг от сайта? Сайт – это группа страниц, которые есть на вашем ресурсе. То есть, фактически, веб-сайт – это многостраничный портал, на котором есть информация о разных типах контента, разложенная по разным страницам. В то время как лендинг-пейдж или посадочная страница – это одна страница, на которой четко расписан определенный продукт или определенная услуга. Например, если посмотреть фугу SEO-продвижения, это вот вы смотрите на типичный лендинг, который можно сделать на сайт одной страницы, и он будет, в принципе, выполнять все эти задачи. То есть, то же самое, как видите, чисто классический лендинг со всеми его вытекающими элементами. Но в чем же ключевое отличие? Конечно же, на сайте вы можете представить свою организацию, вы можете создать все необходимые странички, которые нужны для того, чтобы вы могли запустить рекламу, чтобы вам можно было спокойно на вашем ресурсе отправить клиента, допустим, почитать отзывы, которые у вас есть на сайте, посмотреть сертификаты, которые у вас есть на сайте. В одностраничный сайт иногда это попросту не всунуть, но вы всегда можете из вашего одностраничного лендинга сделать так называемый малостраничный сайт. А всего ничего нужно к вашей основной странице, которая у вас есть на сайте, добавить необходимые элементы в подвале. Те же договоры, политика конфиденциальности, правила пользования куклы файлами, о нас, допустим, какой-нибудь блок контактов можно сделать отдельно, хотя можно контакт не делать, можно просто сделать о нас и всю информацию сложить. И вот этих небольшое количество страниц создав на вашем сайте, вы прекрасно себя будете чувствовать. Например, как один из небольших моих сайтов, с которым я работал ранее, это малостраничный сайт, который имеет небольшое количество страниц, фактически продает только одной страницы. Все остальные страницы, ему вообще по факту там нужно штук пять от силы. Все остальные даже не работают, но он продает строго с одной страницы, пользователи даже не проваливаются вовы. В это нужно как бы тоже понимать, что лендинги, они созданы для того, чтобы пользователь пришел на страничку и сразу же с нее купил, не уходя далеко. То есть корпоративный сайт будет проигрывать лендингу исключительно вот в этих вещах. Он не будет отражать комплексную информацию об услугах, сотрудниках компании, производственной мощности, что происходит в жизни вашей компании, о контентном блоке, который есть на вашем сайте, на вашем портале. То есть этого всего лендинг обычно не предоставляет и в этом его серьезные минусы. Проблема у него для подчеркивания серьезности и статусности организации, соответственно доверие в глазах покупателей у малостраничных, точнее и одностраничных сайтов сведено к нулю. В этом плане не все ниши могут позволить себе лендинги для того, чтобы собирать заявки. Здесь нужно понимать прекрасно психологическую особенность разных типов бизнеса. Потому что главная цель лендинга это конечно отражать преимущество вашего товара, вашей услуги, вашего отдельной товарной позиции. Конечно же нужно выделить ваш среди конкурентов, нужно закрыть возражения потенциального клиента и конечно же мотивировать пользователя совершить действия на сайте. Ну то есть если мы говорим в рамках какого-то одного продукта, который можно рекламировать без требований, которые выполняют обычно большие корпоративные сайты, то лендинги прекрасно себе могут существовать. В каких сферах бизнеса существует лендинг? Конечно же это малый бизнес в сфере услуг. Любой ремонт, там стиралок, там фотограф, фотосессии, все что мне вспоминается, там свадебный ведущий, все эти сферы с которыми я работал, там или там специалист по подбору одежды. Это все такие вещи, которые можно прекрасно уместить в лендинг и на лендинге прекрасно продавать. Вам не нужно заморачиваться, создавать огромное количество страниц, для такого сайта можно реально сделать это на лендинге. Поэтому малый бизнес в сфере услуг прекрасно может себе жить на лендинге и иметь допустим активно раскрученный инстаграм аккаунт или там фейсбук группу. То есть все что вам нравится можно раскрутить именно таким способом. Поэтому лендинги для определенных спирт бизнеса прекрасно подходят. Для каких еще они могут подходить? Например, если вы продаете какой-то продукт, который привезли с Китая, и вы только один его продаете, то есть, полно говоря, не так много людей его привезли, но вы знаете, что вы его завезли много и на него есть определенный спрос. Можно, да, действительно под него сделать, под какой-то фен, например, необычный, сделать сайт, заполнить все контакты, всю информацию и продавать его. Соответственно, подкрутить туда какой-то, допустим, лесенку с инстаграма или что угодно, или какой-то подкрутить что-то, чтобы выгружались отзывы с какого-нибудь отзывика, чтобы люди видели, что отзывы живые, а не вымышленные. Это очень важно для лендингов, потому что у лендингов есть одна серьезная проблема, это недоверие к отзывам, которые просто там нарисованы и напечатаны. Живые отзывы для лендингов это серьезный буст для того, чтобы конверсия ваша возросла в разы. Давайте разберемся, собственно, что должно быть на сайте нашего лендинга, какие элементы должны присутствовать. Мы будем смотреть, конечно же, на наш сайт и сравнивать, допустим, как это не должно быть. Первое же, что должно быть, это, конечно же, продающий заголовок. Заголовок должен попросту продавать и делать это сразу. То есть, например, моя главная страница прямым текстом говорит, что человеку нужно. Это так называемый агрессивный способ. Понятно, что это не заголовок H1, это заголовок, условно говоря, просто выделенный текстом, потому что на самом деле вот заголовок H1 находится здесь. И здесь вот это сразу видно, что оно помещается на одном экране и все удобно. Если зайти в какие-то услуги наши, то там все еще проще. То есть, человек заходит на услугу SEO продвижения и вот ему, как говорится, сразу SEO продвижения, что ему нужно и узнать, как говорится, чтобы получить огромный трафик. Ну и дальше рассказать определение. Как не нужно делать? Игнорировать этот пункт. Вот, например, на одном из лендингов свадебных фотографов. Вот вроде бы все сделано по блокам, но пропущен самый главный блок, это продающий заголовок. Его пропросту нет. Вместо этого есть картинка с шрифтом, на котором можно с ошибкой прочитать фамилию. И сайт никак не соотносится с его фамилией, поэтому понять, что ты попал на нужный сайт, иногда может вызвать вопросы. Кстати, это серьезная ошибка при лендингах. Когда лендинги генерируются на просто сайтах, которые там на дешевых доминах покупаются, на левых доминах покупаются, и они никак не соотносятся с брендом, который там продается. Это тоже вызывает множество вопросов. На каком сайте я на данный момент нахожусь? Можно делать заголовки и посложнее. Есть так называемая техника 4U. Эта техника была описана уже несколько лет назад. Суть заключается в формуле очень простая. Нужно учитывать, что есть несколько U. Универсальность, уникальность, условно говоря, полезность и срочность. Если даже правильно сказать, полезность, уникальность, срочность и так называемое еще ультраспецифичность. Вот эти 4U и являются действительно важными. И по ним как раз и строится построение этого заголовка. Давайте, собственно, разберемся каждым из них. В чем разница? Полезность. В полезности вы должны сказать, в чем конкретно польза вашего продукта для потенциального клиента. Что он конкретно получит? Ну, то есть, конкретно получит в первую очередь. Уникальность. Отразите, чем вы отличаетесь. Напишите, в чем особенность вашей работы. Например, чему мне не хватает по мнению 4U. Напишите в комментарии, как вы бы переделали вот этот заголовок. И, конечно же, я с удовольствием выберу тот, кто предложит лучше и подарю ему приз. Три месяца пользования нашим тулом кластеризатор на его почте. Соответственно, довольно-таки с большим тарифом. Вот. Поэтому, да, буду рад вашему взаимодействию. Второй момент, это уникальность, да. То есть, мы еще раз говорим, что наш заголовок должен отличить нас от конкурентов. В чем именно наш бизнес лучше, чем конкурентов. Я часто спрашиваю своих клиентов, говорит, расскажите, вы ему уникальны? Он говорит, да, да, уникальны. Я единственный такой на рынке, у меня все уникально. А на деле выясняется, что далеко нет. Что все слишком похоже. Поэтому работы с такими видами бизнесов, я советую, что вы должны понимать, что работая с клиентами, вы должны понимать, что он, уникальность его всегда нужно натягивать. Она не полная. Чаще всего шаблонный подход при создании лендингов приводит к тому, что вы там видите, что максимум уникально заключается в попытке демпинговать, то есть снижать цену, либо в попытке там сказать, что вот у меня всего много. Ну, большой ассортимент, низкая цены, это два самых, как говорится, прямолинейных, как говорится, УТПУ, то есть условно говоря, вот это вот одно из УУ уникальностей, которые есть у всех. То есть она не уникальна. Поэтому реально подумайте, а чем уникальны вы? То есть может быть вы обслуживаете там за час, там как доминос, да, не доставили, привезен бесплатно в тайм, привезен бесплатно. Поэтому в чем уникальность именно вашего бизнеса, подумайте, сядьте, напишите. Если у вас нет своей уникальности, или вы не задумывались над этим, просто сядьте и подумайте. Кстати, тоже буду в комментах рад увидеть, что вы напишите про уникальность своего бизнеса. Это будет вам и реклама, я не буду удалять комментарии, пока они будут с вашего имени вашего канала, пишите под этим видео. Ну и конечно же следующий момент, это срочность. Очень важно, что люди, которые заказывают услуги, чаще всего интересуются, как быстро проблема, которая у него произошла, будет решена. Кто помнит уроки Джордана Белфорта, помнит. Он рассказывает, зачем люди тратят деньги. Мы тратим деньги, потому что нам нужно наше спокойствие, наша безопасность. Нам нужна уверенность. Когда у нас появляется потребность, мы теряем уверенность, и мы, как говорится, ищем способ, чтобы вернуться в это состояние уверенности обратно. И, соответственно, чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Поэтому такая третья у, это срочность, она является критически важной. И на нее нужно тоже давить, и давить именно в ваших планетах. Какие результаты вы получите, в какие сроки, в какие сроки будут выполняться работа, и как она будет продвигаться. Это вот если мы говорим про наши услуги, а если вы говорите там про продажу товаров, в какой срок он будет доставлен, и какие гарантии вы обеспечите этому при получении товара покупателю. Ну и, конечно, ультраспецифичность, это тот трюк, который можно даже отнести к уникальности. Почему? Потому что ультраспецифичность, это особое ответвление от уникальности. То есть, если у доминоспица там особенность была в том, что они успевают доставить за час, это уникальность. А ультраспецифичность, это то, что вы получите бесплатно, если мы опоздаем. Вот такие вот нюансы, они вот могут быть сборными. То есть, можно придумать разные варианты ультраспецифичности, которые вы знаете. Ну и, собственно, давайте разберемся, какие бывают примеры заголовков и как их строить по этой технологии. По этой технологии, например, вот можно по этой статье с импульса посмотреть, что по полезности, например, там брали. Семейный отдых за городом, уникальность, есть занятия детей, спайкланы, клуб, ультраспецифичность, там база, там и срочность, где она находится, и скидка в конце лета. Да, и, собственно, отдохните на природе, уютная гостиница в сосном лесу, да, вот такой длинный-длинный заголовок. Ну, то есть, примеры 4ю заголовков, они обычно вот такие здоровые, там много написано. Так вот, задача правильно его сузить, чтобы он был максимально коротким, но при этом отражал особенности всех 4-х У для вашего бизнеса. Скорее всего, 4-у техника пригодится вам не для написания заголовков, а написания описания под заголовков в нашем лендинге. Это более вероятно, где вы будете применять этот. Следующий блок, который нужно будет прописать, это, конечно же, блок с УТП и выгодами, и он самый сложный. С ними всегда будут проблемы, то есть, вы не сможете просто так взять и сесть и написать УТП, вот просто, вот прям вот, сели, вот я по свой бизнес знаю наизусть. Во-первых, их нужно определенное количество. Считается, что оптимальным количеством УТП это от 3 до 4. 5 считается плохим вариантом, 6 сносным. То есть, если вы делаете УТП, их число должно быть от 3, чтобы они получились с сайта в один ряд, до 4, чтобы они с сайта получились в один ряд, либо 6, чтобы они получились в 2 ряда по 3. Больше не нужно, меньше, ну как-то будет ненормально, если будет всего лишь 2. Вот, то есть, есть определенный нюанс. Но тут тоже очень важный нюанс, что есть УТП, которые, выгоды, которые располагаются в разных пропорциях. Например, одна выгода располагается сразу на первом экране, которая находится непосредственно на сайте, то есть, где конкретная выгода, вы можете написать гарантию, например, какие-то вещи, которые у вас нужны. А остальные могут находиться ниже, то есть, соответственно, в нижних блоках, которые могут там быть. И, соответственно, в выгодах можно использовать разные вещи. Например, вы можете перечислить, что получит клиент, вы можете перечислить, какие боли у него будут устранены и так далее. Но, как это все сделать? Для того, чтобы составить USP по-английски, УТП по-русски, вам нужно, конечно же, заняться тем, логикой, как это делается. Как вы видите, делается это очень просто. Нужно сначала рассегментировать целевую аудиторию, ее изучить, разобраться с позиционированием, то есть, что конкретно ваш продукт решает для вот этой целевой аудитории. Конечно же, после этого нужно выяснить, что какие проблемы решит непосредственно покупка продукта, то есть, какую выгоду получает клиент, купив продукт. То есть, боль решается, не решается, то есть, совпадение боли и совпадение решений. Происходит ли этот консенсус? И там, где он происходит, вот, условно говоря, где win-win происходит, то из этих вещей формулируется УТП. Вот, фактически, нужно провести такой массовый ресерч, расписать боли и продукты, расписать, какие решения, ну, какие боли он реально решает. Из тех, что решает, это и будут то, куда нужно будет, собственно, с УТП и работать. Вот. Как их создавать? На самом деле, вы можете найти множество статей, как их прописывать, но это не тема сегодняшнего нашего видео. Примером, например, разработки для, допустим, мобильного шиномонтажа УТП будут следующие. Например, вот, четко выписан боли, которые решают его бизнес, а для клиентов, которые, собственно, эти боли получают. То есть, конечно же, в чем проблема, казалось бы, заплатить онлайн, да, картой или наличными. На самом деле, вы очень сильно удивитесь, но на улице заплатить онлайн, это нужно с собой, соответственно, ездить с терминалом. То есть, если вы это делаете, это действительно будет УТП, потому что клиенту иногда нет с собой нужного количества налички, для того, чтобы рассчитаться, если у него, допустим, пробило колесо. Соответственно, гарантии. Всегда гарантия будет уникальным, точнее, постоянным блоком, который находится здесь. Но здесь очень важно указывать расширенную гарантию, не ту, которую пишут конкуренты. Ваш текст здесь должен отличаться от текста конкурента. Соответственно, время работы, если оно реально отличается от конкурентов, тоже может быть УТП, потому что мы можем застрять ночью. Или, например, может сколько выехать, да, бесплатный выезд, в зависимости от того, сколько нужно, допустим, если там повреждений много, и нужно много выездов произвести автомобиль. То есть, разные нюансы. И самое интересное, вот что можно обратить внимание, да, тут классические такие триггеры, которые там помогают клиенту увидеть, ага, вот действительно, у них еще есть какие-то плюшки. Вот эти плюшки, они вот, собственно, и написаны первыми, потому что эти плюшки, они являются ключевыми для выбора организации, которая указана здесь, от организации, которая может быть указана в другом месте. Конкуренты могут, кстати, скопировать ваше УТП, изменить бизнес-модель, и таким образом ваше УТП перестанет быть УТП. Поэтому УТП не вечно, их нужно переписывать. Следующим элементом это блок характерного преимущества. То есть, блок, в котором расписано какое-то одно преимущество, но более детально. Не в 3-4 слова и одним блоком, а более развернуто, может быть, там с картинкой, с чего угодно. Ну, и, например, если посмотреть на примеры в сайте, то есть, можно делать достаточно большие развернутые преимущества, которые могут находиться вот в таких вот специально выделенных блоках. И вот эти блоки, они могут быть действительно в одной стилистике, и там, может быть, там даже call to action формы быть внутри блоков, могут быть просто в конце. Но эти блоки, они ценны тем, что в них информация изложена максимально разъясняющая, чем ваш продукт хорош, насколько он решает проблемы. То есть, как говорится, формула AIDA, да, то, как говорится, мы начинаем, собственно, заканчиваем вот этим дизайром. Вот этот блок и отвечает за дизайр, за возникновение желания, соответственно, купить. И поэтому, если вы боитесь, что AIDA будет слишком длинным, по исследованию, как говорится, вы должны знать, что развернутые объемные одностраничники, ну, как бы такие вот сайты, страницы с подробным описанием приводят на 220% больше потенциальных клиентов. Это значит, что не ленитесь делать действительно большие посадочные страницы, а не ограничиваться всего лишь там пятью экранами. Они могут быть действительно длинными, и на это стоит обратиться. Следующее, что очень неплохо работает на лендингах, это, конечно, хорошо прописанный блок, что вы делаете, как вы работаете, в зависимости от выбранного тарифа, что входит в пакет и тому подобные вещи. То есть, если посмотреть, например, на нашу страничку, можно увидеть, что как мы работаем, расписано в зависимости от типа видео, какой тип работ проводится, в каком порядке. Можно делать их, как говорится, в горизонтальном 1, 2, 3, можно в вертикальном списком, как у нас 1, 2, 3. Здесь кому как нравится. Более того, можно отдельные пункты цен выделять сразу и прописывать, как мы работаем в разделе стоимости. Классический раздел прайсинг, когда идет табличка с ценами, по которой можно увидеть, чем отличается один тарифный пакет от другого. И, соответственно, этот лайфхак работает всегда, работает во всех лендингах, на которые продают не один продукт, а несколько его диверсификаций, несколько вариаций. Поэтому вы можете использовать техники на своем сайте без каких-либо трудностей. Также очень важно располагать блок с отзывами. Отзывы могут располагаться, как на этом сайте, в отдельном блоке в разделе отзывы. Либо, допустим, реализовано, как у нас на сайте, в разделе у нас находится в портфолио, все находятся. Отзывы подтягиваются от раздела наших клиентов. Здесь есть и видеоотзывы, и не видеоотзывы. Они подгружаются, в основном собираются из Google карт. Бирж, на которых мы ранее работали. Практически все отзывы здесь есть. Подгружаются и подгружаются. Аналогично, соответственно, все кейсы можно тоже полистать. Работали, оно собрано в отдельную страничку. Но чаще всего на лендинге отзывы. Это просто блоки, где расположены либо видео, либо тексты. И желательно сопровождать отзывы ссылками на реальных людей, которые их оставили. Ну, то есть, чтобы их была возможность проверить. Либо ввести на сам отзыв, который, допустим, оставлен. То есть, и для того, чтобы перейти на него, можно было возможность сразу проверить, что такой отзыв существует. Например, на этом сайте тут оставлены профили. Я так понимаю, отзывы очень старые, потому что это ВК, а ВК в Украине уже давно не работает. Поэтому за отзывами тоже нужно следить и периодически их пополнять. Поэтому, вращая внимание, собственно, когда вы работаете с отзывами, отзывы должны быть всегда свеженькими, не устаревшими, не забившими глаз и желательно обновляемые. То есть, еще дата отзыва тоже имеет значение. Например, можно посмотреть, как выглядят все такие триггеры на этом сайте. Как вы видите, это один из наших клиентов. Видите, заголовок четко описывает, чем он занимается. И первая же форма говорит, что конкретно он делает. То есть, у него, так как услуг довольно много, он поставил слайдер. Да, такое возможно, но лучше делать для одной услуги отдельную страницу. Слайдеры лучше разносить и разносить этот контент на услуги. А на главный должен быть статичный контент. Слайдеры советуем до сих пор убирать. Кто такие, почему нас выбирают, это действительно довольно интересно реализовано. Съехавшая кнопочка «Позвонить», явно видно, что это сразу call to action, который должен был быть где-то здесь, уехал сюда. Вот, если мы посмотрим чуть дальше, вот мы видим отзывы. Тут можно посмотреть реальный отзыв клиентов, компаний, с которыми работали. Это, кстати, тоже один из способов в B2B оставлять отзывы именно в таком формате. Здесь есть реальный скан рекомендационный. Весьма, то есть, который подтвердить его несложно, потому что легко можно позвонить, спросить, работали с такой компанией или нет. Ну и, соответственно, триггером отличным работают логотипы, с которыми вы работаете. Сюда же попадают всевозможные сертификаты, если мы говорим про медицину, там юридические документы, которые там могут тоже находиться, тут уже можно добавлять. Поэтому эти блоки на самом деле тоже очень неплохо работают. Также очень хорошо работают так называемые нюансы там по поводу боли и решения. Боль и решения, это когда то, что люди чаще всего ищут, да, вот вы делаете на это упор, то есть выгоды непосредственно, которые выделяются реально, то есть, что люди интересуются. Конечно же, в зависимости от вида бизнеса эти выгоды могут быть разными. И, соответственно, лендинг пейдж по поводу боли и решения, это действительно нужно продумать логику, чтобы для разработчика он был максимально вписан в органичную структуру и не нарушал общую логику ресурсов. То есть, сразу с разработчиками это все нужно. Ну и самое болезненное, это call to action элементы. Call to action элементы на любом сайте должны быть очень четкими. Они должны четко предлагать, что они делают, с какой целью они нужны. Да, и текст на каждой call to action элементе должен быть максимально точно продуман. То есть, понятно, обратный звонок люди часто знают. Но, допустим, здесь мы пишем, мы перезвоним вам. Это очень тоже важный момент, с которым мы тоже можем посчитаться, что мы с вами свяжемся, мы вам перезвоним. Ну и, соответственно, если человек там попадает на заявку, то есть, вот он хочет вставить там себе, проверить свой сайт. И вот он сразу указывает имя, номер телефона, к примеру. И отправляет на анализ, и мы получаем, условно говоря, данные, то есть, да, мы контактов клиентов получили. И в этом плане это тоже достаточно такая простая call to action многоуровневая форма, при помощи которой мы получаем данные. Ну и другие бывают формы. То есть, можно ловить там через письмо. Просто здесь форма написать письмо. Забронировать звонок, возможность реально выбрать время, когда санализация, это фактически обычный классический календарик. Ну и, конечно, получить коммерческое предложение клиенту, если ему нужно реально получить цену. То есть, он присылает сайт, присылает e-mail, выбирает, что ему конкретно нужно. И мы ему формируем коммерческое предложение под его требования. То есть, какой сайт и какие задачи ему нужны. И мы смотрим, чем мы можем быть полезны и предложить. Даже чат является call to action элементом. И ставя чат на вашем сайте, думайте, какой вы ставите. Мы специально ставим Facebook чат, потому что Facebook есть у каждого бизнесмена. И любой человек может зайти, написать с него, логинить или нет. И в этом плане нам очень удобно, потому что мы просто уже сразу знаем, как зовут человека. То есть, и сразу мы с ним взаимодействуем, если он залогинился не как гость, а как уже со своего профиля. И история переписки у него всегда сохраняется, никуда она не пропадает. В этом плане, как говорится, каждый элемент тоже должен быть на своем. Поэтому с формами заявки вы должны тоже очень грамотно работать. И следующий момент. В любой форме заявки избавляйтесь от лишних полей, которые вам не нужны. Само собой, что хотелось бы попросить побольше данных у клиента. Но каждое поле снижает конверсию, если не ошибаюсь, в 10 раз. Каждое дополнительное поле. Ну, в зависимости от ниши, да, не спорю. Но вот 3 считается поле. Это таким вот, вот самое такое оптимальное для, допустим, для E2B обратного сайта, если наша задача продвижения. А если вам вообще сайт не нужен, вам нужно просто иметь телефон, тогда два поля вам для обратного звонка достаточно с головой. Ну, можно и вообще одним ограничиться. Просто введите номер телефона и все. А там уже дальше звоните, знакомиться. Например, для написания письма вам нужен только e-mail и текст, что от человека нужно. Соответственно, для получения конверского предложения, для покупки товара подумайте, что вам конкретно нужно. Чаще всего вам нужен e-mail и телефон. Либо одно, либо другое. Ну, и имя для того, чтобы их как-то идентифицировать между собой и собирать эти данные. И в этом плане больше данных не нужно. Не делайте форму для захвата, в которой 50 полей, 40 обязательных, которые реально вам не нужны. Вот. Переходим дальше. Соответственно, мы переходим к блоку, который мы рассматривали в прошлом видео. Это меню. Да, меню на сайте должно быть, потому что даже человек, заходя на любой лендинг, должен видеть это. И в этом меню должен быть перелинкованный. Если мы говорим про одностраничную, большую, длинную страницу, якорные ссылки, которые ведут на ее нижние элементы. И, соответственно, если это полноценный сайт, если мы говорим, то это разделы, которые ведут его на непосредственно отдельные странички ресурса, на которых все можно легко найти и почитать. Следующий блок, который может быть у вас в виде отдельного блока, тогда он будет более сжат, либо в виде отдельной страницы, тогда он будет реализован, как у нас сейчас. Это страничка о нас. Страничка о нас, она должна рассказать о вашей команде, чем вы отличаетесь от конкурентов, с чем вы занимаетесь, кто входит в вашу команду. И, соответственно, кто в этой команде активно представлен и какую роль он в ней выполняет. Поэтому важно продумывать логику этого раздела и желательно его обновлять, чтобы там были актуальные сотрудники. И, конечно же, чтобы там было всегда больше информации о тех, кто сейчас входит в вашу команду и какие должности есть. У нас, например, это реализовано так, что можно, зайдя на любого сотрудника, который является автором контента, можно перейти на его личный профиль, кликнув на него. И, конечно же, посмотреть его биографию и его контент, который он создает. И это действительно реализовано довольно круто, потому что такого нет ни у кого. Для посадочных страниц, скорее всего, вам нужно будет просто поставить их списочком в виде такой простой галерейки, где будет изложена вся ваша команда. Ну и финальным всегда блоком на сайте являются ответы на часто задаваемые вопросы. Они размечаются специальной микроразметкой факт-пейдж. Про это у нас есть видео на канале. Ссылочку я оставлю в описании. И, конечно же, вот это видео факт-пейдж, в нем она рассказывает, как, собственно, этот блок полностью реализуется. И здесь нужно просто продумать программисту эту гармошку, как она должна работать, и написать вам просто контент. Здесь собрать вот то, что мы собирали при анализе целевой аудитории, все боли нашей аудитории, и попросту их распитать для конкретной страницы. Многие допускают ошибку, когда делают многостраничный сайт с лендингами, этот блок у них одинаковый. Это ошибка. Пишите здесь вопросы, которые касаются конкретно этой услуги. И здесь должно все касаться разложено конкретно товара или услуги, который продается в данный момент сейчас. Да, это немножко надо будет посидеть, попустеть. Но не доверяю эту работу копирайтерам, а доверяю именно продавцам-маркетологам, чтобы они написали эти вопросы и эти ответы. Они несут как и SEO-шный смысл, так и коммерческо значимый смысл. А теперь вернемся к общему знаменателю. Мы говорили про лендинги как одностраничные сайты. Но я везде упоминал и показывал многостраничные сайты. Почему так? А потому что одностраничные сайты в SEO попросту не продвигаются. И они показывают очень плохие показатели при любых попытках их каким-то образом продвинуть. Поэтому подъем просто обычного одностраничного сайта на каком-нибудь конструкторе типа Wix это самый правильный вариант. Я писал большую стратью про продвижение сайтов на конструкторе, где я рассказывал, что реально на конструкторе можно взять и сейчас сделать сайт с нуля. И просто заполнить его контентом, не тратя на это никаких усилий. Вы можете сделать сайт на битриксе, вы можете сделать сайт на вордпрессе, тот, который вордпресс.коме, купить там себе домен при желании. То есть там есть все темы, все уже настроено с нуля. Вы просто используете его как конструктор и просто наполняете его контентом. И здесь сказать, что сейчас сложно сделать сайт, да вы можете прямо в Google мой бизнес, в Google карты, создать сайт прямо там. Просто потом купите домен, который вам надо и подвяжите его. И сайт на Google мой бизнес, я думаю, вас устроит на первое время. Но единственный нюанс, все эти сайты, которые вы создаете, допустим, на сторонних платформах, у них есть одни минусы. Все эти штуки, которые мы сегодня рассмотрели в видео, у вас может быть не внедрено. То есть вы не сможете внедрить некоторые штуки, которые были сейчас показаны. И поэтому оптимальным решением на сегодняшний день для подъема одностраничных сайтов являются классические платформы, которые создают эти одностраничники. Но они создают сайты, как говорится, однодневные. Лучший способ сейчас сайтов, это поднять сайт на WordPress, дать макет. Макет отрисовать, сверстать, добавить нужные элементы, сделать мобильную версию и добавить те недостающие страницы, которые делают малостраничный сайт сайтом. Это, собственно, все странички, которые требуются для экспертности, авторитетности и доверия. Это IT. Про это я снимал видео буквально недавно, вы можете легко его найти на канале. И, конечно же, ссылочку тоже оставлю в описании. Это список обязательных страниц, которые должны быть на ресурсе. Ну и понятно, что вашего сайта должен стать HPS, это уже так, ну, долго говорить не надо. То есть и ваш сайт должен иметь домен, который как-то где-то зарегистрирован. То есть нужно сделать так называемую базовую SEO-шку. И тогда, собственно, введя на него рекламу, выливая на него рекламу соцсетей, выливая на него рекламу контекста, на этот сайт у вас резко вырастет конверсия. Потому что, когда сайт одностраничный, его конверсии очень сильно занижаются. Да, есть ниши, в которых можно и на одностраничном сайте, я говорю, перетерпеть. Но я сколько смотрел в выдаче, искал, допустим, фотографов в Одессе, которые работают, я натыкался в основном на многостраничные сайты разного вида. Некоторые были действительно очень хатишны. Поэтому, когда я готовился к этому видео, я заметил, что лендинги из выдачи в Украине практически выпали. И они действительно уходят в лицо в прошлое и не будут скорее возвращаться. Это был короткий такой обзор, что происходит с лендингами в 2022 году. Ну, я вижу реально то, что каркас знаний, которые были накоплены за эти годы, остался. Некоторые вещи ушли в историю, например, счетчики, и мы их больше уже не видим. Мы видим разве что вот такие вот поп-ап формы, которые вот потихонечку меняются, становятся все, как говорится, лаконичнее и проще. Они довольно изобретательны. Про поп-ап формы я тоже снимал видео, они тоже входят в список того, что нужно делать на вашем лендинге. Как это убрать? А где кнопочка выход? Всех достали эти раздражающие окна. Вот. Также вы должны понимать, что одностраничники в чистом виде реально это атовизм. Они реально вымирают и в Украине они не видны. Может быть где-то там в других странах они еще живы, но мы видим, что они фактически являются редкими. Более того, я даже знаю, что есть такие single-page mobile app, такие вот странички, которые можно скачать приложение, то есть, мол, говоря, выходит какой-то проект, там игра какая-то у него будет на мобилках, и там у нее две кнопочки скачать на iOS, скачать на Android. Но даже у них на этом сайте я замечал, что создается несколько страничек типа политика конфиденциальности, правила использования cookie, даже они там есть. То есть, они являются не полноценными лендингами, а малостраничными сайтами. И вот здесь вот я тоже замечал, что в этой сфере нет такого вот четкого деления, что одностраничники используют для этих целей, а, допустим, другие сайты для других. Нет, я заметил, что одностраничники просто были как переходным этапом и потихонечку подмирают. Конечно, если у вас нет денег на дизайнера, если у вас нет денег заказать PSD-макет, то, конечно, можно пойти на эти платформы и создать там сайт. Но я предупреждаю, захотите вы где-нибудь продвинуться, где-то подвинуть каких-то конкурентов, где-то попробовать другие каналы трафика, и вы сразу поймете, что это путь в никуда, это уже прошлое. И от прошлого нужно избавляться. Создавайте хорошие сайты. Действительно, всем желаю больше трафика, больше продаж, поэтому подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.